Балашов может погрузиться во тьму. На сегодняшний день задолженность за электроэнергию у жителей города превысила 30 миллионов рублей. Не платит за цвет около 10% населения. Долг растет, а вместе с ним и напряженность в ресурсоснабжающей организации. Представители Саратов Энерго начали отключать неплательщиков от сетей. Действует ли такой метод, выяснила наша съемочная группа. Слышь, ты что, что тебе? Не мезу что ли? Да пусть снимает, господи, ничего, боимся что ли? Съемочную группу вместе с сотрудниками Саратов Энерго в этом доме видеть не рады. Сюда представители компании приехали уже не предупреждать, а отключать. Месяцами владелец дома не платил за свет, а с должниками у ресурсоснабжающей организации разговор короткий. Скопилась внушительная сумма, электричество отключат. Вы не в состоянии сейчас оплатить за должность? Нет, сейчас у меня нет, сейчас у меня доход придет в конце месяца. Правда, могут и пойти навстречу, как этой жительнице. Женщина-мать-одиночка с тремя детьми. При этом долг у нее хоть и большой, но она старается его понемногу погашать. Поэтому ей предоставили отсрочку. Таких неплательщиков в Балашове 7,5 тысяч. Энергетикам задолжали свыше 30 миллионов рублей. За последние месяцы, скажем, за последние полтора года ситуация довольно-таки критичная стала. Сейчас задолженность по населению по Балашовскому району составляет 32 миллиона. Категория потребителя в данном случае – это категория со средним достатком и ниже его. В основном это молодые семьи, это пенсионеры, оказавшиеся с низкой пенсией. Это социальные элементы, которые ведут такой образ жизни. С начала года от сетей отключили 220 должников. Сегодня перерезают кабель еще у шести. Представители «Саратовэнерго» признаются, эта неприятная мера сегодня является самой действенной. Ждать, пока приставы реализуют имущество должников, слишком долго. Система исполнительного производства очень медлительна, на самом деле, порой не приносит результатов. Мы видим только исполнительные документы об окончании исполнительного производства. В связи с невозможностью найти должника, невозможностью взыскать по причине отсутствия имущества. Либо имущество оценивается гораздо ниже стоимости задолженности потребителей. За Балашовских должников взялись всерьез. В ближайшие недели запланировано еще 76 отключений неплательщиков. Ну а кроме них, существенные долги скопились у жителей других районов области. Их тоже в ближайшее время ждет неприятная встреча с командой отключения. Елена Петрова, Александр Бачков, РЕН-ТВ, Саратов.